Приветствую вас и по вашему описанию можно сделать вывод, что некоторые обстоятельства в вашей жизни заставили вас обратить внимание на данный аспект человеческой жизни, сделать его центральным, значимым в своей жизни и находить в нем определенное утешение, находить в нем определенное удовлетворение, тем самым реализуя свои желания, которые вы не можете реализовать в других формах. Также хочется сказать, что вполне вероятно, что вы бегите, вы убегаете, осознанно или нет, от своих проблем, которые у вас есть, и проблемы свои вы заедаете. То есть, условно говоря, вы еду используете как источник эндорфина, гормонов радости, которые позволяют вам замещать недостаток ежа в других сферах. Соответственно, вы употребляете такие слова, как «последний раз», то есть, вы говорите, вот, «последнее время я начала так делать, начала так выступать». А «последнее время» – это какое? Что значит «последнее время»? «Последнее время», «просите, это сколько именно времени прошло?» Вот на все эти вопросы, в общем-то, вам желательно бы найти ответы. Потому что пока, исходя из того, что вы написали, известно очень-очень мало. Если честно, то вообще практически ничего, ничего не известно. Вот, собственно, это то, что можно вам сказать в данном случае, в данной ситуации. Далее, если проблема действительно очень серьезная, то рекомендация может быть только одна – обратиться к врачам, потому что это может быть следствие психического заболевания. Тогда вам поможет только психотерапевт. «Последнее время» Либо, если у вас это не в такой ярко выраженной форме, на жизнь вашу это влияет не особо сильно, то тогда я рекомендовал бы вам более подробно разобраться с ситуацией, более подробно ее проанализировать с тем, чтобы лучше понимать, что с вами происходит, какие обстоятельства доставляют вас больше внимания, больше времени уделять именно тому, что вы делаете. Кроме того, я полагаю, что есть вещи, которых вы боитесь. То есть, вот когда вы говорите, что вы прячете, вы говорите о том, что вы боитесь. То есть, чего-то вы боитесь, чего-то вы опасаетесь. Соответственно, здесь вам нужно задать вопрос, а чего же именно вы боитесь, чего именно вы опасаетесь и чем продиктован ваш страх. Вот, я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Я думаю, что именно так можно прокомментировать проблему, которую вы обрисовали. И, соответственно, если у вас есть желание более детально поработать, то выберите сперта на нашем ресурсе и более подробно с ним разберите все аспекты вашей проблемы. Я уверен, вам можно помочь. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok